Собираем систему для промывки. Идут два фильтра. Один фильтр идет на обратку. Он фильтрует с обратки, которая идет промывком. Промываем. Реклама, не реклама. Вот такой штукой попробуем промывать. Рабочая вещь вроде бы как. Бутылка вон внизу стоит. Ну и сюда. Туда залили уже эту промывку. Вот это обратка у нас. И подача. Отсоединяем перед двигателем, перед подачей. У нас есть еще фильтр тонкой очистки, который после промывки будет поменен. Вот. Сейчас мы снимаем этот обратку. Ставим на обратный клапан. На обратный возврат с форсунок ставим, чтобы он возвращался в этот. Так надо чем-то замотать, чтобы оно... А может дать скотч. О, не скотч, а этот изоленту. Все, мы так пережали капельку. Просто замотаем, чтобы потом его удобно было назад прицепить. И теперь снимаем... А, ставим обратку. Ставим в бутылку. В бутылку надо ставить так, чтобы она не поднимала пузыри воздуха, чтобы не засасывать пузыри воздуха. Опускаем до конца ее. Шланг. И снимаем теперь подачу. Подача у нас, наверное, сейчас немножко потечет. Двигатель предварительно был прогрет. В комнату снимаем. Коммун-рэйл я таким методом не рекомендую промывать форсунки. Это только делается на таких двигателях. Ну, кто-то говорит, что можно и на Коммун-рэйле делать это. Я не рекомендую. Я вообще никому не рекомендую повторять этот трюк. Делайте на свой страх и риск. Хотите, делайте, хотите, нет. Вот. Все, все, вторую пушку. Немножко. Ну, поставь палку. Я, получается, вот смотрите, ставлю сюда, ставлю фильтр. Фильтр работает одной стороной. Смотрите внимательно, собирайте по стрелочкам. То есть, сливной фильтрует, чтобы в бутылку не попадала грязная вода и грязная жидкость. А заливной фильтрует, чтобы не попадала в двигатель мусор не попадал лишний. Так, все. Набираем, вот видите, фильтр. Пошла промывка. Все. У нас тут уже одета эта ситуация. Все. Сейчас будем пробовать. Смотри, так, есть. Можно запускать мотор? Уйди. Пошел запускать мотор. Ставь палку. Опустили мотор. Все. Сейчас мы, получается, работаем на низких оборотах. Сейчас оно чуть прогреется. Я добавлю на холостом ходу, чтобы оно поработало. И потом плавно будем добавлять обороты. Так. Двигатель мотор. Двигатель моется. Сейчас работаем на холостом ходу. Смотрим. 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 Двигатель мотор. Так. Сейчас мотор работает. Пока. на холостом ходу. На холостом ходу. Везде остался. Везде осталась жидкость, чтобы немножко откиз вся грязь. Так. Прошло у нас 15 минут. Запускаем мотор. Вот. Запускаем мотор. И поднимаем. Поднимаем. Плавно. Поднимаем. Плаконики. Поднимаем. Паркородики. Что двигатель проработал на всех режимах. Поднимаем. 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 вот такая вот у нас идет работа чтоб мотор на всех режимах форсульки отработали и вся грязь которая могла попасть на клапана на этот чтоб слетела но это вообще такой способ на мой взгляд моет форсульки он еще моет клапана моет камеру с горами в целом двигатель начинает как правило работать мягче плавнее кишки в принципе это не верно это профилактика всем тем кто думает что форсульки можно восстановить никаких способов нет форсульки можно помыть если они грязные если форсульки уже не справно этот способ нет работать еще на холостом ходу доработать жидкость 12 часов ночи еду домой вот результатом промывки форсунок остался доволен вот двигатель стал работать мягче но все равно нашел проблемку присутствует воздух в системе вот надо менять уплотнительные шайбы поменяю наверное трубки шайбы посмотрим как будет работать двигатель если видео было полезным ставьте лайки всем пока